МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Время новостей МИАС. С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Валентин Ефимов. Смотрите сегодня выпуски. Тракторозаводский районный суд Челябинска рассмотрел ходатайство о заключении под стражу экс-главы МИАСа Геннадия Васькова. Временно исполняющий обязанности главы округа назначен депутат Григорий Танких. Семь делений пожарных несколько часов боролись с огнем. Ночью загорелся рынок народный. Тракторозаводский районный суд Челябинска рассмотрел ходатайство о заключении под стражу на два месяца экс-главы МИАСа. Вчера Геннадия Васькова задержали в собственном кабинете. Ему предъявлено обвинение в превышении полномочий. В зал судебных заседаний Геннадия Васькова ведут под конвоем и в наручниках. Экс-главу МИАСа обвиняют в превышении полномочий по 286-й статье Уголовного кодекса. Поддержать Геннадия Васькова на суде приехали его взрослые дети и жена. По мнению супруги, Геннадий Анатольевич невиновен. Оценка проводилась изначально, по которой покупались детские сады. Была и оценка, и экспертиза этой оценки. Естественно, Геннадий Анатольевич и по всей процедуре проводились торги по покупке этого детского сада. Если бы были какие-то сомнения в оценке и в экспертизе, наверное, этого бы не было. Покупка была бы отменена. Заседание длилось около трех часов. Геннадия Васькова защищали три адвоката. Они обратили внимание следствия на то, что Геннадий Васьков не уклоняется от дачи показаний и сам явился в администрацию, где вчера его задержали. Для подзащитного мы просим в суд, чтобы была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста или запрет на определенные действия. То есть это новая мера пресечения введена в УПК в апреле 2018 года. Однако суд решил дело в пользу следствия и принял решение отправить Геннадия Васькова в СИЗО на два месяца. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. По версии следствия, в сентябре 2017 года Геннадий Васьков распорядился купить здание под детский сад за 24 миллиона рублей, тогда как рыночная стоимость помещения, по мнению экспертов, составляет 12 миллионов рублей. Кроме того, к помещению имеются претензии у Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Потерпевшим по уголовному делу признан МИАСский городской округ. На внеочередной сессии депутаты выбрали временно исполняющего обязанности главы МИАСа. Им стал депутат по 16-му избирательному округу Григорий Танких. Объявлен конкурс на должность главы округа. Прием заявок продлится до конца месяца. Сегодня состоялась внеочередная сессия собрания депутатов. На ней присутствовали 22 народных избранника. Первым делом депутаты приняли отставку Геннадия Васькова. Практически единогласно воздержалась только Елена Безденежных. Также единогласно народные избранники утвердили временно исполняющего обязанности главы МИАСского городского округа. Им стал депутат Григорий Танких. Исполняющий обязанности главы подчеркнул, что его главная задача сейчас обеспечить нормальную работу администрации и подготовку к следующему отопительному сезону. В этом вопросе Григорий Танких компетентен. Он работает начальником теплоцентрали компании НСР. Правда, на время исполнения обязанностей главы округа на основной работе пришлось взять отпуск, признается Григорий Михайлович. Депутатские обязанности за него будут выполнять заместители. Вопросы у присутствующих на сессии вызвали возможные кадровые перестановки в администрации. Григорий Танких заверил, никаких новых назначений не будет. Александр Качев останется исполняющим обязанности первого заместителя. Одним из приоритетных вопросов на время работы в своей новой должности Григорий Танких назвал проведение торгов по комфортной городской среде и асфальтированию. Работу можно делать в полном объеме, но на данный момент, по моей информации, мы еще даже не все СМИ это в порядок привели. Мы не готовы еще на данный момент выходить на торги. Вот это вот большая проблема, и я думаю, что Качев Александрович этим делом будет в приоритете заниматься прям с сегодняшнего дня. Также на внеочередной сессии депутаты утвердили комиссию, которая будет заниматься конкурсным отбором нового главы округа. В нее вошли три представителя депутатского корпуса – Евгений Степовик, Евгений Субачев и Сергей Пономарев. Еще трех представителей конкурсной комиссии должен назначить губернатор. С 15 мая по 30 мая будет возможность у всех желающих подать заявление на должность главы МИАСского городского округа. Впоследствии будет время для того, чтобы конкурсная комиссия сделала соответствующие запросы, проверки сведений и в июле месяце, чтобы провести конкурс. Отбор претендентов на должность главы округа начнется 6 июля. Временно исполняющий обязанности главы МИАСа Григорий Танких отметил, что не исключает свое участие в конкурсе. Возгорание на рынке Народном. Пожар уничтожил мясные ряды. Новый большой торговый ангар, построенный в конце прошлого года, и павильон. Пламя было видно жителям автозавода. Очевидцы сняли пожар на видео. Бушующее пламя видно издалека. Авторы видео предполагают, что горит рынок Народный. Предположение оказывается верным. Вот так место пожара выглядит сегодня. Огромные павильоны, куда совсем недавно горожане приходили за мясом, уничтожены полностью. По словам очевидцев, огонь распространился молниеносно. Спустя несколько минут рухнула крыша. Обошлось без жертв. Накануне рынок был закрыт. Впрочем, на работу других павильонов случившееся несчастье не повлияло. Рынок работает в штатном режиме. В настоящий момент всем предпринимателям, которые осуществляют торговлю в данном павильоне, будут предоставлены новые рабочие места, и мы будем осуществлять дальнейшую торговлю продуктов и питания, в том числе и мясом. Огонь был такой силы, что пострадали и соседние павильоны в 20 метрах от пожара. Пластиковые панели искорежило от температуры. Первым, кто заметил возгорание, стал местный охранник. Он и вызвал огнеборцев. Пожарные в составе семи отделений несколько часов боролись со стихией. В результате пожара торговый павильон был уничтожен. Пострадавших нет. Установить причину пожара и все обстоятельства предстоит специалистам надзорной деятельности по МИАСу. Превратится ли карета в тыкву? Сотрудники МИАСского крывеческого музея интригуют таким вопросом и приглашают МИАСов привезти ночь в музее. Экспонаты, которые никто и никогда не видел, настоящие богатыри в кольчугах и ожившие легенды старого города. Ждут своего зрителя 18 мая. Сотрудники музея заканчивают работу над экспозициями. Деревянные модели православных храмов, глиняные игрушки ручной работы и картины местных художников уже на своих местах. В этот раз подготовлено около 20 площадок, на которых планируется проводить мастер-классы, театрализованные представления, сказочные турниры, игры и развлекательную программу для детей. Планируется, что эта ночь станет самой масштабной и насыщенной на события. Ее тема – сказки старого города. Тему сказки можно просто на самом деле раскрыть разными способами. Это могут быть непосредственно сказки, какие-то байки, это может быть какой-то мастер-класс по изготовлению сказочных каких-то персонажей, это может быть сказка терапии, это может быть психолог, это может быть фехтование. То есть это тема, которую можно раскрыть разными способами. Соответственно, это может быть интересно большому количеству людей. Подготовили сотрудники музея для своих посетителей и сказочный квест «Пойди туда, не знаю куда». Подробности его организаторы пока держат в тайне. Предстоящая ночь в музее будет уже 12-й по счету. Старинный особняк откроет свои двери 18 мая в 6 часов вечера. У меня на сегодня все. Наши сюжеты доступны на сайте 1обл.ру, а также в группе ВКонтакте телевидения МИАСА. Предложить свою тему для сюжета можно по телефону 25 00 55. Спасибо, что были с нами. Субтитры подогнал «Симон»!